Второй день Сергии в Пасаде. 14-я школа Бурлят. Во вторник наши биатлонисты на Олимпиаде в Пекине заняли третье место в эстафете. Первым стартовал наш земляк Карим Халили, выпускник 14-й школы. Сегодня мы созвонились с мамой Карима, Татьяной Евгеньевной. Мы созваниваемся каждый день, независимо от того, побеждает он или проигрывает. Но, конечно, он очень рад. Это была его мечта с детского возраста. Вообще мечта стать большим спортсменом, попасть на Олимпиаду, участвовать. И то, что он выиграл вчера медаль, это, конечно, итог. Ну, пусть еще такой промежуточный итог его еще не очень большого спортивного пути, но это как одна ступенька в его карьере, одна из ступеней. И, в общем-то, он, я считаю, очень достойно прошел ее. И он очень рад, конечно, завоеванные медали. Он очень рад тому, что он справился с очень важным этапом, первым этапом эстафеты, что ему доверили этот этап. И что ему удалось, в общем-то, хорошо его пройти, не подвести команду и очень достойно представить страну. Олимпийский чемпион Александр Легков болел за нашего Карима и биатлонистов с пекинской трибуны. Болели все ученики 14-й школы. Подбегали дети и говорили, Ирина Васильевна, а можно нам отпроситься с уроков? Мы все сдали. Пожалуйста. Ирина Васильевна, а у нас физкультура. А можно мы тоже прибежим? Мы потом добежим свою дистанцию. Я говорю, можно. И когда говорили, Ирина Васильевна, а если наша команда победит, можно мы пойдем домой? Да, пойдем домой. Мы начали рисовать плакаты, потом быстро-быстро пошли смотреть, как... Пишет Карим, да? Да. Так, ну что на плакатах-то написали? Карим Халили. И нарисовали олимпийские кольца. Делали плакаты и поддерживали его, хлопали ему и также кричали, чтобы он победил. В вашей классе или в вашей школе все-таки? В нашей школе. Самые эмоциональные болельщики-третиклассники. И плакаты писали, и песни пели, а в конце даже поплакали. К сожалению, получилось так, что в конце у нас не получилась золотая медаль, да? Но зато бронзовая получилась? Да! Конечно! Все равно мы рады, правда, ребята? Да! Ольга Двойных не только блестящий математик, но и ярая болельщица. Побывала на всех соревнованиях Карима Халили, кроме международных. Атмосфера на биатлоне необыкновенная, потому что как болельщик, не Карима вообще, я, конечно, на Кубке мира езжу. Несколько раз была в Осло, и гордость за свою страну, единение с другими болельщиками. Но оно необыкновенное, конечно, там на трибунах и на трассе тоже. У Елены Сидоровой классного руководителя Карима другие воспоминания. В старших классах юноша уже много тренировался, но надо было и готовиться к выпускным экзаменам. Порой это было с юмором. Час сидим, занимаемся, работаем. Потом Карим показывает на часы и говорит, Елена Михайловна, пора бежать. Ну, был еще такой интересный эпизод, когда мама, очень переживая, спрашивает сыночек, как же ты будешь писать егой. Он говорит, ручкой, мама, ручкой, все будет хорошо. Шире, и руки работают. Сегодняшние ученики только осваивают лыжню. Говорят, Карим Халили тоже не сразу полюбил лыжи. Все начиналось с простого интереса к биатлону. Валерий Дмитриев вместе с Каримом начинал тренировки. Однажды даже встретились в Финляндии, куда, не сговариваясь, вместе с родителями отправились на этап Кубка мира по биатлону. Поболеть за наших. Карим любил смотреть биатлон со своими родителями, я любил смотреть биатлон. И мы поехали, не сговаривавшись, мы поехали на этап Кубка мира в Финляндию, в Кантиалахте, где мы, собственно, с Каримом случайно увиделись. И с этого момента мы начали побольше общаться. Карим после этого начал заниматься лыжными гонками. Он меня звал тоже вместе с ним. Собственно, я и пошел. То есть вы тоже занимаетесь лыжной гонкой? Да, я занимался, мы вместе с ним тренировались. Сначала лыжами, потом у одного тренера в биатлоне мы вместе тренировались. Потом он пошел дальше по карьерной лестнице, но я закончил. Это в московском регионе середина февраля по весеннему теплое. Сутками ранее Пекин проверял биатлонистов на прочность. Сильный, обдающий морозом ветер. Непростая лыжня. На первом этапе 23-летний Карим Халили выиграл нашей команде дополнительные секунды. Следующие два этапа тоже успешные. Четвертый, дал сбой. Промахи и падения. Обидно, но такое бывает. Снег там очень тяжелый. Там искусственный снег в перемешку с песком и плюс свежий снег, который насыпал крошкой. То есть мазь быстро сходит. Нужно на подъемах мазь такая, чтобы она держала. Лыжникам тяжело. Потом в условиях высокогорья мышцы забивают молочная кислота. Дышать становится тяжело. И когда они спускаются в низинке под спуск, они стараются продышаться побольше, чтобы организм обогатился кислородом, чтобы гонку провести на достойном уровне. Сразу после победы наших биатлонистов Ирина Горшкова, директор 14-й школы, написала Кариму смс-сообщение. Я ему написала, дорогой наш Карим, болели за нашу команду, за тебя все. Ученики, учителя, ты большой молодец и великий труженик. Ну, а Карим, ты ответил? Гордимся, желаем побед, конечно. Все переписка заканчивается тем, что он обязательно желает нам тоже успехов. В этот момент он написал. Спасибо большое, Ирина Васильевна, я этим очень горжусь. Привет, Карим! Известно, что 26 февраля Карим Халили примет участие в гонке Легкова уже у нас, в «Пересвете». Ирина Белякова, Михаил Кирсанов. Тема.